Сейчас, товарищи, уже 37 минут первого, и надо вспомнить, я знал учителя. И надо, товарищи, вспомнить о революционной деятельности человека, о котором так много сегодня сказано. Ну, немного о себе. Моя фамилия, сейчас уже глупо скрывать, Ваучер. Как мог, скрывал, товарищи, но время сделало свое. То есть теперь меня можно вкладывать во все. И так далее. Сам я, товарищи, профессиональный революционер. То есть практически до того профессиональный, что даже пенсию мне платят прокламациями. Началось все, конечно, с того, товарищи, что я родился в настолько безземельной крестьянской семье, что не стать революционером я просто не мог. И вот как-то в качестве комиссара Клочкова я был послан в Чапаевскую дивизию для того, чтобы написать роман, который лег в основу одноименного фильма. Чапаев. Дивизия встретила меня радушно. Дело происходило в Сальских степях. Голод царил в дивизии. Но все пели. Потому что Василий Иванович очень любил. Особенно многоголосие. Репертуар был однообразный. В основном черный ворон. Иногда так запевались на пять голосов, чтобы, товарищи, не замечали, как белые два раза окружали. Третий раз стал рукавым. Но об этом позже. Может быть, даже не сегодня. Рассказ не этому посвящен. И вот, товарищи, особенно троительные минуты были, когда Василий Иванович показывал на картошке, а их осталось всего пять, где должен быть командир. Практически нас мало это интересовало, потому что всем очень хотелось кушать. И я, товарищи, когда уходил в ночь с Анкой, мы так, я называю это уйти в ночное, якобы разбирать пулемет. Я всегда делился тому настроение, которое царило у людей. Какие все-таки, товарищи, были люди. Я скажу вам так, честно и откровенно. Вот первое мое революционное задание. Ну, не забыть, я был послан в Швейцарию. На озере Баден-Баден я должен был встретиться с Надеждой Константином. Целый день в целях конспирации я греб, а ночью мы печатали искру. Почему-то в штольне. Два швейцарских коммуниста, товарища наших, на поверку оказавшихся евреями, в ночных условиях практически на ощупь набирали искру. Да вы понимаете, товарищи, такие там были сведения, что практически было светло. То есть не возгоралось пламя, но, во всяком случае, было достаточно видно. Возгорелось оно, когда я уже на себе 400 экземпляров пёр по Польше, в районе Хракова, товарищи. Местные крестьяне погасили. Удалось сберечь только два экземпляра, которые я и... Вот тут говорили об эротике. Вы знаете, товарищи, у меня в моей революционной практике было так. Если дают явку больше трёх дней, рождалось двойня. То есть практически я обеспечивал кадры будущих революционеров. Очень высоко партия ценила меня за это. Вольф Бруевич не раз говорил, такие люди нам нужны. Практически, что у меня бесконечные, товарищи, действительно, рассказы, потому что есть... Я так много знаю и так мало могу, что это приводит в ужас, вы знаете, товарищи. Очень тянет в Южную Африку. Потому что, вы понимаете, процессы, которые там происходят, они те же, что и у нас. Но там не надо думать о покупке одежды, товарищи. Знаете, гораздо теплее. Короче говоря, надо бороться за мир. Где это возможно? На каждом квадратном метре, товарищи. Я прошу вас. Если есть вопросы, потому что глупо было бы не ответить, если у людей наболело. Вот у меня наболело, я и злил. Вы знаете, легче. Нет вопросов, товарищи. Какая? Об учителе рассказывать. Об учителе, да. А что рассказывать? Учитель, он и есть учитель. Практически, это была учительница первая моя. Продолжение следует... Продолжение следует...